доброе утро мы с украины яички с колбаской копченые я обожаю это умничка я решила повторить класс конечно ты домой сегодня не едешь я еду да не гони да ну а ты думаешь что я тебе такой бедный весь мир устраиваю да нет не получится у тебя верить она хочет с одного уезжать она хочет домой езжать потому что ей в больницу говорит потом она за мамой соскучилась видите ли маму надо увидеть со мной она не хочет быть она от меня сваливает когда когда ты вернешься мне просто еще надо ресницы ногти и брови сделать ресницы ногти и брови для первого числа и я могу прям первого числа к тебе приехать если ты хочешь конечно конечно хочу ничего себе все числе тупо тяжелый даже я не хочу ты будешь скучать за мной да да очень сильно будет очень сильно буду я тут один бедолажка никто со мной не дружит лера со мной не общается наташа со мной не общается не от меня уезжали зато я с тобой общаюсь зато как ты со мной общаешься вообще со мной никто не общается вообще в шоке я прям полно че не могу помочь сегодня был снег да ребята у нас погода вообще теперь 27 марта снимаем свежие жене так на улице стало прохладно ужасно даже не нравится мне такая погода кстати надо витамаг этот выйдет ребят насморк не проходит вы прикиньте как у нее у нее две официальные прививки какой какая-то модерна у нее две две прививки модерны у нее зеленый сертификат где правильно зеленый и она заболела к видом ёпу можно заболеть но я буду легче переносить ну и что ты перенесла легче надо еще хуже чем я перенесла расскажи ну еще и беременна вы прикиньте ребят а насморк у нас не остался у обоих у нее и у меня никуда ты от этого не уйдешь ну такая вот при том что ты болел коронавирусом я прям при тык к тебе это делаю ну да а ты рис да еще делаешь ну как китайцы типа будем хавать такие ножки худенькие худые 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 ее конфисковала себе блин то включи то эту фигню ё-моё блин ну потому что все же вот это вот вся квартира будет вонять чё тебя насморк ты не чувствуешь а я чувствую конечно кофты чё ужасно воняет ничего ее пина воняет ребята отвечаю на комменты которые вы писали кстати я вспомнил просто по поводу комментариев пишут да ника ты ты мне жаловалась почему пишут что я ее не люблю видно что я к ней я не отношусь очень плохо якобы говорят что ты смотришь на меня уставшими глазами уставшими глазами да а еще говорят что по тебе видно что я тебя раздражаю представляете а почему но чего такие в чего вы взяли я вообще не понимаю от чего вы ни разу не видели ее еще лица не видели эмоции как мы друг на друга смотрим и уже все делают выводы правильно мне мне но мне подписчица одна девочка написала же не а мне когда наташа зашла на youtube вы все были точно также против нее сначала а потом все было нормально не привыкли да сразу нападаете все нужно он ее не любит короче пипец она его разводит потому что блин она где-то там я не знаю откуда она там короче вы ее там уже обострали как могли что она там уже и залетела хрен знает от кого я уже закаленная да вот и мне вот сразу скажи это вот по поводу все хотели слышать о днк ты готова сделать днк конечно я самая первая хочу сделать ребята в это не в том дело что это тут ничего нету обидно просто вы видите я при вас задал не этот вопрос вы не говорили что типа ника она не она будет отказываться никто ничего не отказывается ну это это нормально в этом мире это нормально тут в каждой пятой семье скорее всего делают это все нормально это нет никакого там недоверия а еще говорили а еще говорили это она специально так говоришь что ты успокоился и она ничего делать не собирается что я просто тебе сказала что она согласна была хорошо тогда значит все нормально нет вот вы слышите живой человек живой никого не говорит а еще говорили о том что я могу подделать результат иди закрою глаза идите какую хочешь больницу каким хочешь врачами я даже могу с тобой не пойти иди слава давай у кого хочешь какие хочешь я даже туда не пойду даже не буду знать в какую больницу ты поедешь какому врачу ты пойдешь нет все равно делай что хочешь так что вы сами видели и сами слышали своими ушами что потом просто не писали что она там против она чего-то не хочет или я чего-то не договорю или это какой-то пранк все я надеюсь я разбил ваши все вот эти вот иллюзии снял вам розовые очки чтобы потом просто большинство не писала по поводу того подходил я к ней предлагал ей днк не предлагал вот сейчас в этом сегодняшнем видео 27 марта 2022 года вот вы все своими слышите своими ушами не надо писать просто потом на чушь ну реально потому что пишите уже ну блин некоторые пишут такой бред ребят вообще полностью я понимаю что вы там живете какими-то догадками понимаю вы в какой-то степени переживаете какая-то половина там за меня да но человек вам напрямую сейчас вот говорит все как есть но как бы мы ничего мы не договаривались мы не чего вас не обманываем не снимаем никакую постановку для этого все это же у вас большинство не верила с меня с меня прикалывали что я все обману нет никакой девушки нет никакого ребенка нет никакой беременности вы тоже все не верили тоже все никто не верил войну которая у нас сейчас стране у нас полномасштабная война у нас люди гибнут умирают города просто каменные камни не оставляют русские войска вы тоже в это не верили теперь сейчас вы все понимаете так что будьте внимательны всегда проверяйте информацию и учитесь хотя бы немножечко верить мониторте те каналы которые вы смотрите уже долго пора уже как бы задумываться людям верить те каналы с которыми вы уже давно мы же как одна целая семья я вас еще ни разу не обманул ни разу я вас не обманул я не помню такого случая чтобы я вас где-то в чем-то подвел и обманул что-то сказал и не сделал ни разу если где-то было что-то напишите пожалуйста очень важные жизненные позиции в жизни которые у меня творится вообще в семье творилось я всегда вам всего рассказывал максимально давал правду и старался для вас говорить то наверное чего даже нельзя говорить и выносить это ссоры с избы знаете как говорится всегда вам говорю то как есть потому что стараюсь чересчур быть правильным скорее всего и но иногда вот это вот правильность и вот это вот правда наверное да слишком вот эта открытость она иногда и портит показать вам ребят ну вот это вот конечно тоже я уберу очень круто вот это мне нравится мне так понравилось как ты эту колбаску делаешь жаришь копченую с яйцом вообще вкусно это курица обжарена и помидоры вкусно нету больше помидоров и у нас очень и ты собралась уезжать оставлять меня тупо голодным не ну ты же собиралась вижу я не как ты могла меня ставят тебя состою кормлю почему нет я уезжать ты же говоришь я поеду ну да а я как бы с пустым холодильником остался а там супе еще есть блин я в шоке суп надо ну ты не ну ты сегодня не поедешь ну как это да ника ну не гони ну что это за фигня ну я же тебя попросил мы договорились давай завтра ты меня вчера вообще-то просил ну пожалуйста ну я тебя прошу пожалуйста я выполню все любое твоё желание которое ты скажешь пожалуйста не уезжай сюда любое желание да любое желание я не буду что там делать кто хочет какой ты сразу перебуваешь такой хороший такой нет ну вообще сегодня побудь завтра поедешь а потом приедешь так ты завтра скажешь побудь и пока завтра скажешь побудь ну хорошо туда а ты на вторник перенеси но ты сегодня не поедешь ребята как и как уговорить женщину чтобы она осталась я еще не понимаю как ее уговорить которая отключена а блин точно я могу просто если я сейчас включу комментарии начнут обсрать понимаешь вы начнете все на нику блин на всякую ересь говорить обсрать ее я беременная мне нужны позитивные эмоции хорошее настроение да 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 ребят а я считаю гадость я расстраиваюсь ну понятно все бы расстраивались я думаю сколько я да все они просто сейчас начнут блин я еще не привыкла но я закаляюсь просто адекватные нормальные о да ты правильно сказала что ты закаляешься я закаляюсь да она иммунитет ищет вот комментарии она привыкает она и тут читает комментарии там под я не знаю под группами в фан-группах читают в инстаграме у бэйби видео бэйби фан слушай там много просмотров у них набирает нормально кстати много тысяч по 4 да уже так что молодец мальчик молодец молодец поведет вот еще до последнего молодец только не успеет выйти видео хоп он уже выпустил там мало чага там вообще там фан-группа у меня сама молодец самая лидовая старается видоса старается это какие комментарии еще открывали писали я бы открыл ребят для вас комментарии но блин моя нервная система дороже не выдержит если бы четко понимать что никто не будет тебя понимать что там оскорблять по началу блюд можно было подкрыть люди еще не привыкли они еще сопротивляются не хотят что я уже есть я никуда не деваюсь ну шо ж я их понимаю в какой-то степени все равно можно же как-то полояльнее я же девочка беременна они понимают одни вообще так прикинь что мне слышишь пишут этот чтоб она это чтоб у тебя ребенок родился мертвый отвечаю да чтоб у тебя ребенок да мне в инсту прислали там ты пропагандист там всякую херню ты там на россию там гонишь всякую херню мне такую писали пусть за это у тебя ребенок там умрет короче ну сколько дебилов очень печально если это пишут взрослые люди я не знаю что пишут но это дураки полные дебилы пишут а если это взрослый человек пишут но это печально у нас по состоянию на сегодняшний день по войне так реально у нас серьезная война у нас очень серьезная война я попрошу те на территории России которые сейчас вы смотрите ребят просите своих друзей своих знакомых не пускать сюда на нашу землю своих молодых пацанов ребята не просто гибнут сейчас попали они в котел их окружили это 6000 русских солдат молодых 18 летних от 18 лет парней прикинь попали в котел в арпене они все умрут их никто в живыми не оставит ребят вот жалко просто ваших ну блин ребята сыновей ваших я не знаю мужей детей передайте вы знаете что я с вами всегда максимально был честен уберечь ваших же детей не посылайте на нашу землю наша страна защищает мы защищаем еще раз повторяю нашу землю к нам пришли домой не мы пришли не посылайте сюда у вас 1 1 11 апреля начинается призыв призывников 2004 года посылать на украину на войну мясо это выпускнички это же вы представляете это одна водки лерки моей моей дочке 2004 год лера тоже 2004 по 17 лет парням не присылайте сюда не все умрут вы не представляете что что здесь вы подпишитесь на мою группу в телеграме и вы увидите какие кадры я публикую что сказала ваш министр по российской федерации матерей подать погибших уважаем россии это женщина она соглашается с теми цифрами которые ребята здесь погибли ваши русские вы не гоните на меня не оскорбляйте меня там не желайте смерти мне моей семье за что за то что я вам пытаюсь уберечь ваших детей да вообще пипец показывай правду я пытаюсь уберечь вас и я еще плохой получается ну это как бы некрасиво смотрится с вашей стороны все вы писали что раньше все мы блогеры имеем доходы от youtube а да там вот и благодаря нам вы смотрите ребята youtube отключил в россии монетизацию вообще все что мы выпускаем видео мы не получаем ни копейки вообще ничего чтобы вы понимали вот так так что мы видео выпускаем чисто вот для до делайте выводы вот так включил я уже iphone ребят потому что села камера полностью разрядился аккумулятор на камере все будучи снимать на iphone в общем я вам по поводу войны рассказал что здесь творится делать сами выводы по поводу youtube рассказал что никаких доходов мы не имеем вообще полностью никаких вообще ничего не получаем чтобы вы понимали и выпускаем видео выпускаем ребят и по поводу того не надо желать там смерти моему ребенку я не знаю это уже вообще это переходит все границы там большинство из вас радуется я не знаю что там у нас погибают дети вы желаете смерти нашим детям нашему народу мы оберегаем ваши детей блин а говорим только хорошее вы вы просто желаете смерти нам так тоже из нас тут тогда вообще не люди получается и фашисты я понять не могу вы вздумайтесь хоть своей головой вы желаете смерти нам вы желаете смерти напрямую моему ребенку и благодаря вот таким вот комментарии как вы пишете так как можно говорить что-то хорошее и думать о вас а потом говорят почему так думают на русских ребята так души души душите тогда таких вот людей своих же за то что они вот делают объясняйте им но это нехорошо обзывать и и желать смерти еще нерожденному ребенку ну чё это такое это вообще вы уже с катушек поехали а вас думается для вас старается блин для вас снимается вас уберегается я не знаю вы мне еще пишите гады чтоб у тебя мертвый ребенок родился что там вообще болезненный всякий всякую херню пишет это еще ники не рассказывал то что вы пишете ну потому что зачем оно и надо это дети войны вы не представляете у нас полномасштабная война у нас города разрушены как разрушены были в 42 42 по 45 год сравните все фотографии мариуполя сейчас польши германии до сталинграда вы посмотрите фотографии вы хотя бы посмотрите видео что городов нет вообще просто нет если волновахи уже прикинь не существует как города вообще ника волновахи нет вообще все ее просто уничтожили чтобы вы понимали вам в уши льют блин а вы хотя бы поймите что здесь происходит у нас здесь просто третья мировая война да это мышка говорят сами собой мы ж нацики да вот такие вот мы нации я нации самый настоящий я бандеровицы я этим горжусь вот такой вот я националист бандеры а главное что же говорят на нацик националисты а президент еврей а президент еврей да при националистах как такое может быть у нас зеленский евреи ну и что ребята всем добра делайте выводы и знайте должен быть мир на земле никогда не пускайте пыль в глаза блин не желайте людям мирным людям смерти на миккином телефоне за что у нас эти два одинаковых айфона такого и в белых чехла уники 11 у меня 12 про макс ребят смотрите читаю это именно для тех тех родственники которых сейчас может вы услышите просто у меня стопроцентная информация которая была позавчера чтобы вы понимали что у кого есть сыновья мужья я не знаю дети которые попали к нам на нашу землю на войну в украине те которые были солдаты в двухсотой мотострелковой бригаде российской федерации чтобы вы понимали это очень сейчас не страшно для вас говорить лучше присядьте все мертвы это официальная информация чтобы вы понимали что украинская армия полностью уничтожила батальон батальонную группу двухсотой отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил россии в частности из 648 выжили только трое ребята двое из них ранены 648 человек вы представляете это 644 даже 645 человек просто позавчера одним ударом они просто все погибли чтобы вы понимали что здесь творится вам этого в россии не скажут перепроверьте информацию всех в семьях у которых дети были в двухсотой мотострелковой бригаде в россии ребята не все погибли так что знайте чтобы вам не лили чушь в уши вам этого не скажут потому что 600 с чем-то человек погибло сразу вот такая вот реальная этой войны прикинь да вот так нет за один раз и в котле сейчас сидит шесть тысяч человек русских молодых пацанов ну а в окружении их в окружении взяли прикинь и все и сейчас просто нахер убьют всех 6 тысяч человек таки поляжет а в россии этого не говорят бояться чтобы не было народ не знал если у них на телеканалах напрямую говорится не говорите народ не должен да потерь нету народ не должен знать это понятно это будет паника с одной стороны их тоже можно понять они сейчас скажут что у нас несут в большие потери русские солдаты на мобилизации дети молодые не будут идти семьи не будут отпускать в россии детей сюда понимаешь вот они молчат в принципе с одной стороны ну по правилам войны да лучше этого не говорить я же думаю нам тоже не говорят правильно наших потерь сколько чтобы не было тоже паники так что ребят задумайтесь просто задумайтесь куда вы отсылаете своих мужей своих друзей и сыновей поверьте здесь просто дец меня бросает и все она меня бросает и выезжает и все и больше видите какая айфончик свой не забыла ребят смотрите какие у нас не одинаковые телефон у нее 11 мне 12 промах телефончик тоже забыла что ж ты так блин а уже не успела приехать сразу в смысле я вообще приезжала чисто в больницу я даже вещей никаких не брала я ж не думала что я к тебе приеду я так я вернусь я вернусь сколько раз мне казалось девчата я вернусь и все в мене утекали мне кажется это ты не хочешь не хочешь вот так видите даже провести свою беременную девушку не может за тебя и все забрала все свои вещи в прошлый раз забрала все позабирала все собрала и ушла написали комментарии что ты ко мне относишься грубо и все и насобрала вещи вот как ваши поменты на нее подействовали что не за этого но шо ж ты и все у нее больше вещи нет и она сказала ну все дорогой вот так и будем говорить жить ты живи здесь я буду себе там жить у себя давай телефон телефон пока любимый пока любимый вот так вот и блин бросаешь пока даже тебя увижу когда захочешь тогда и увидишь все у твоего желания зависит охренеть этот человек взяла меня бросил не говори глупостей я тебя не бросала я тебя накормила она поила посуду а еды нет ничего не наварила там супе пельмени и вареники вари себе сам называется правильно ну поставила записку свари себе сам всем тебя в лоб и мать тебе а ты представляешь какая я буду счастливая будет и ребенок и собака просто я я умру от счастья ты приезжай приезжай я помидорчика погрузчик на велосипеде на машинке на какой пока заберу еще пару дней заберешь уже скоро все ребята она уезжает подписчики жалко обидно досаду подписывайтесь на канал видео baby не забудьте про инстаграм нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить наши уведомления и надо самое главное всегда говорить привет я с украины какая бросила меня напишешь мне как час сядешь машина все ребята ника поехал ставлю меня на самого иногда в больницу оказывается потому что она в своем городе там у нее семейный видео врач жесть какая